Печальная новость пришла из Иркутска. В конце прошлой недели не стала ветерана алмазодобывающей промышленности, геолога-первооткрывателя трех коренных месторождений алмазов Владимира Щукина. Он прошел путь от простого геолога до начальника бытовинской экспедиции. До последних дней он не оставался в стороне от алмазных дел. Консультировал геологические компании по поиску новых месторождений, принимал участие во многих научных конференциях. Руслан Фаткулин подробнее о жизни выдающегося геолога. «Человек удачи» – так называли его коллеги-геологи. Владимира Щукина всегда тянуло изучать таинственные алмазы, поэтому неудивительно, что первым местом его работы стала 167-я партия Амакинской экспедиции. Там ему сразу доверили возглавить разведочные работы на трубке Зорница. Якутия встретила Владимира Николаевича Неласкова. Отсутствие нормальной еды и ночлега тогда было нормой, а работать и отдыхать приходилось буквально в поле. Зимовыжка, она такая, как говорится, продувная. Ее завалили снегом, облили водой, чтобы только, как говорится, чтобы не продувало. У каждого из нас было два спальных мешка. Один меховой, второй берблюжий, печурку растопить. С вечера все, заготовки были сделаны. Но сам утром, конечно, было очень неприятно. 13 июня 1955-го отряд Щукина решил исследовать верховье реки Сатыкан. В пробах оказалось много пиропов, камней, спутников, алмазов. Тогда молодой геолог даже не подозревал, что стоит на пороге открытие крупнейшего алмазоносного месторождения Якутии. Трубки «Удачная». Я посмотрел шляхи, ну и, конечно, там сразу же, да, такие сразу, мы уже знали, что их пироп спутник является. Когда увидел эти шляхи, то сразу понял, что там есть биолитровая трубка. В 1961-м Щукина назначили главным геологом Амакинской экспедиции. А еще через три года он возглавил Ботобинскую. И снова удача шла буквально по пятам за молодым геологом. В 1968-м экспедиция проводила поиски каменного угля. При бурении очередной скважины геологи практически случайно обнаружили алмаз. Дальнейший анализ показал такое высокое содержание ценных кристаллов, какого не было ни в одном другом месторождении мира. Так была открыта трубка «Интернациональная». За выдающиеся заслуги Владимиру Щукину присвоили звание лауреата Ленинской премии, наградили Орденом Ленина, Трудового Красного Знамени и Орденом Полярная Звезда. В советские годы о нем часто писали в газетах, а сам он был главным героем передач на центральном телевидении. Правда, этот год нельзя назвать особенно успешным. Месторождения не принесли, но я надеюсь, что в ближайшее время те же наши самые геологи, в которых побывали вы, они принесут нам интересные данные, помогут открыть новые места рождения. Возможно, даже у кого-то из них в юкзаке или в записной книжке оно уже и есть. В общем, все дела. В последние годы Владимир Николаевич жил с супругой в Иркутске. Это о видеокадре 2015 года, когда он дал нашему телеканалу свое последнее интервью. Человек, которого знала страна, жил более чем скромно и никогда не хвастался своими заслугами. Он ушел, оставив пример своим потомкам. Как, однажды влюбившись в свое дело, можно совершать великие открытия? Руслан Фадкулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова